Первый день июля 9.00. Время новостей на телеканале Дом. Студия Анна Ниченко. Доброе утро. Таможня без бюрократии и бумажной волокиты. Концепцию реформирования ведомства представили на Национальном совете реформ. Планируется создать сеть открытых таможенных пространств, которые будут автоматизированы и оснащены современной техникой, чтобы таможня была удобным сервисом для бизнеса. Реформа также предусматривает ужесточение наказания за контрабанду. Мы хотим сделать таможню, где вообще не будет ничего подобного, похожего на сегодняшний день. Где все грузы будут проходить максимум за 15 минут в интернет-минутном просторе, где вместо 26 или 15 или 19 документов будет всего два документа. Штрафы в несколько раз выше и судимость. С 1 июля в Украине ужесточается ответственность за вождение авто в нетрезвом виде. Отныне это считается не административным нарушением, а уголовным преступлением. То есть пьяный водитель будет осужден, даже если его задержат впервые. Наказание предусмотрено и в случае отказа от медицинского освидетельствования. Минимальный размер штрафа 17 тысяч гривен, максимальный 51 тысяча. Лишить водительских прав могут до трех лет. Открытый рынок газа заработает в Украине. Заработал уже в Украине с сегодняшнего дня, потребители смогут менять поставщика топлива по желанию. Например, уже в ближайший отопительный сезон компаний на рынке будет 5-7. Как отразится нововведение в платежках украинцев в программе «Пять вопросов на злобу дня» рассказал эксперт по энергетическим вопросам Максим Гартус. Финансовая выгода от смены поставщика будет зависеть от того, как именно вы используете газ. Если вы его используете только для приготовления пищи, честно говоря, понятно, что у вас расходы очень малы. Если для приготовления пищи и подогрева воды, это уже совершенно другие расходы. И тогда финансовая выгода от смены одного поставщика на другого, или дешевого, будет весьма ощутимая. Лас-Вегас по-украински. Появится ли в Украине легальный игорный бизнес, решат на этой неделе народные депутаты. Законопроект разрабатывали несколько месяцев. Теперь изучают почти три тысячи поправок. О новых правилах игры для казино расскажет наша Инна Мазуркевич. Карты, фишки и рулетка. В Украине хотят легализировать игорный бизнес. Одним из первых – это вопрос о так называемый игорный бизнес. Его много месяцев работала работая группа и в Офисе президента, и в профильном комитете. Ко второму чтению в законопроект внесли три с половиной тысячи поправок. Документ призван регулировать, кто и по каким правилам сможет играть на этом рынке. Законопроект предусматривает, что играть можно будет практически во всем. Казино, лотереи, покер, игровые автоматы – как в игровых залах, так и в онлайн-режиме. В правовое поле выйдет и букмекерская деятельность. Казино предлагают размещать в пятизвездочных гостиницах игровые автоматы в четырех и трехзвездочных. Работу казино запретили в 2009 году. Но собственники игорных заведений быстро нашли лазейки и продолжили работать нелегально. СБУ и нацполиция регулярно наведывались к ним с рейдами. В Ассоциации горного бизнеса подсчитали, после легализации за год госказну можно будет пополнить минимум на 7 миллиардов гривен. В целом, можно сказать, что закон получился сбалансованный. И на сегодняшний день мы имеем, может быть, одну из самых лучших редакций, которая была за всю историю, начиная с 2009 года. Организовать азартные игры смогут компании только с украинской регистрацией и специальной лицензией. За работу без нее грозит до восьми лет тюрьмы. На неподконтрольной Украине территории Луганской области зафиксировали еще один летальный случай от COVID-19. Там с начала пандемии умерли 13 человек. Подтвержденных диагнозов полтысячи. В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки 17 новых заболевших. Одна женщина умерла. Самопровозглашенные власти заявляют о 1136 случаях коронавирусной болезни. Пандемия COVID-19 разделила нашу жизнь на до и после. В лабораториях изучают новый вид вируса и пытаются изобрести от него вакцину. Проверить факты о COVID-19 и развеять мифы взялись наши журналисты. В первом материале цикла на главные вопросы ответили ученые и врачи из трех стран. Пока десятки тысяч врачей по всему миру спасают жизни больных COVID-19, ученые в лабораториях исследуют коронавирус, чтобы понять, как с ним бороться. На наши вопросы ответили Михаэль Кан, профессор химической вирусологии Гетеборгского университета, Швеция. Президент Европейской ассоциации вирусологов. Борис Бриль, врач из Израиля. В разгар эпидемии отвечал за отделение коронавируса в крупнейшем медцентре Тель-Авива. Сейчас работает над клиническими исследованиями лекарства от COVID-19. Алла Валоха, врач-иммунолог, инфекционист, заведующая кафедрой детской иммунологии Национальной медицинской академии после дипломного образования в Киеве. Для того, чтобы эффективно защищаться от вируса, нам нужно знать, как он передается. Какой путь заражения самый вероятный? Надолго ли вирус сохраняется на поверхностях? И помогут ли нам маски и мытье рук? Главный способ передачи через аэрозоль – это то, что мы распространяем, когда кашляем. Эти маленькие капельки разбрызгиваются, и другой человек вдыхает их. Намного реже заражение происходит через поверхности, на которых есть вирус, когда мы трогаем их, а потом дотрагиваемся до своих слизистых. На пластике он живет 72 часа, потом на металлической поверхности, на алюминии и на нержавеющем стали до 48 часов, и на меди до 3 часов. На дереве тоже 24 часа. А на поверхностях его мало, но он также живучий. А вот в грязных водоемах, что самое интересное, он может сохраняться до 5 суток. Поэтому гигиена рук, социальная дистанция, она очень важна. Маска, конечно, обязательно больному человеку. С другой стороны, у него могут быть минимальные проявления, и он все равно может быть выделением вируса. И поскольку бессимптомные люди тоже могут выделять вирус, то если они с кем-то близко контактируют, не исключена также передача вируса. Вирус вызывает симптомы болезни не сразу после попадания в организм, а после инкубационного периода. В это время выявить заражение сложно. Сколько занимает инкубационный период COVID-19 и как это влияет на карантинные меры? Инкубационный период коронавируса составляет 5,1 дня. Средний. То есть мы говорим о среднем. Это 5,1 дня. С момента, как мы узнали в европейских и американских странах о коронавирусе, данные о инкубационном периоде не изменились. Этот срок вариативен. Первые симптомы могут появиться через 3 дня после инфицирования. Самый долгий срок – 14 дней. Именно из-за этого возникает необходимость соблюдать 14-дневный карантин. В инкубационном периоде нет симптомов заболевания. Но есть данные о том, что за несколько дней до начала симптомов человек уже может выделять вирус. Для преодоления пандемии людям необходим иммунитет против коронавируса. Ученые по всему миру работают над созданием вакцины. Но иммунная система человека во время болезни тоже строит щит. Как долго сохраняется иммунитет и можно ли заболеть снова? Мы знаем, что вырабатываются антитела. Что вырабатываются разные антитела. Часть антител оказывает так называемые нейтрализующие действия. То есть они когда связываются с вирусом, они его действительно нейтрализуют. У одних людей они вырабатываются в большом количестве. Причем считается, что это все-таки коррелирует с тяжестью заболевания. Что чем тяжелее человек болеет, тем больше у него все-таки более сильный иммунный ответ. Возможно, иммунитет получат 95 или 99% переболевших. Что касается реинфицирования в Готеберге, мы исследовали случаи, когда человек заболел в марте. Потом вылечился, все тесты были негативными. И сейчас он снова болен. Мы можем говорить, что это было реинфицирование, но не на 100%. Возможно, мы имеем дело с долготекущим заболеванием. Заболевание всего лишь полгода. И основная масса заболевших людей составляют те люди, которые только не выздоровели месяц назад. Поэтому говорить, сколько он сохраняется, мы сейчас не можем в перспективе. Учитывая, что вирус он довольно стабильный, но все равно у него есть мутации, как у любого вируса. Врачи говорят, главное соблюдать все рекомендуемые меры безопасности, даже если они кажутся чрезмерными. И доверять только тем методам, которые научно доказаны. Юлия Крючкова, Телеканал Дом. В Италии выросла суточная смертность от COVID-19. Количество умерших за минувшие сутки достигло 23. Днем ранее было 6 летальных случаев. Всего в мире 10 млн 591 тыс. инфицированных. Из-за нового роста заболеваемости в некоторых странах частично возобновляют карантинные ограничения. Таиланд продлил чрезвычайное положение на месяц. А Канада не будет пускать иностранцев в страну до конца июля. Рост заболеваемости COVID-19 фиксируют и в Украине. Из-за этого украинцы пока не смогут въехать в большинство стран Евросоюза. А вот турецкие гостиницы уже сегодня готовы принимать наших туристов без обязательной двухнедельной обсервации и теста на коронавирус. Украинские туроператоры говорят, практически все билеты на рейсы в Турцию уже раскупили. Первый рейс – это 1-2 число, 1-2 июля. У операторов практически нет свободных мест в самолетах. На минимум мы можем ожидать 2-3 рейса в день. Обещают, прогнозируют, скажем так, рост. Но все зависит, естественно, от спроса. Сейчас спрос очень низкий. Вот на сегодняшний день только-только начинает стабилизироваться. То есть появляются какие-то первые запросы, первые бронировки. На этом прощаюсь с вами до 12.00. Тем временем смотрите и читайте нас в Ютубе и Фейсбуке. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова